Хорошо, спасибо. Давайте мы постепенно будем подходить к окончанию нашего выпуска, потому что спорить об этом можно бесконечно. Перед этим я предлагаю посмотреть один сюжет, потому что одна из версий всё-таки о том, что во время капремонта могло что-то случиться. Давайте посмотрим. За последние пять лет Генпрокуратура России возбудила только пять уголовных дел по факту торговли и установки на самолёты контрафактных авиадеталей. Реальные наказания получили лишь единицы бизнесменов-мошенников. Год назад в Саратове были осуждены Владимир Иванов и Виктор Ездаха. Из-за масштабов обмана обвинения коммерсантам предъявляли сотрудники Федеральной службы безопасности. Предприниматели выдавали металлолом за новый товар. Они покупали просроченные детали через интернет, вымачивали их в керосине, перебивали номер и получали партии псевдоновых агрегатов. В результате таких махинаций предприниматели обманули сразу девять российских авиазаводов. Теперь уже осуждённый сотрудник компании «Саратов промкомплект» признаётся. Просто не осознавал вначале всю серьёзность своих действий. Сейчас раскаиваюсь надеяться с исхождением. Спецслужбы и эксперты утверждают, что на безопасности полётов зарабатывают не только контрабандисты, но и сами производители. Качество производимых деталей не соответствует никаким нормам и стандартам. Лопатки для большой машины, для самолёта. Вот наше серийное предприятие почему-то посчитало, что их можно производить с вторички. Не из первичного материала, а из второй переплавки. Организатору криминального бизнеса в Саратове Владимиру Иванову, кстати, бывшему милиционеру с безувречной служебной характеристикой, в итоге дали четыре года условно. Его подельнику – три. Сколько ещё в России таких бизнесменов-махинаторов, остаётся только догадываться. А пока расправить крылья российской авиации мешает жадность. Правда, платить за это приходится пассажирам. Серьёзная проблема. Понимаете, когда я служил в авиации, для нас самая главная была безопасность людей. Самая главная. И вся наша работа была настроена на это. Раньше было лучше. Что сейчас делать? Но сейчас самое главное – деньги, прибыль. Для поставщика топлива самое главное – срубить бабло. Какое топливо? Ну, бумажку написал, что нормально. Улетел – нормально. Так делать-то что с ними? Так вот, что делать? В первую очередь, необходимо ужесточать контроль. К сожалению, мы идём по другому пути. Мы наоборот говорим, что государству надо отказываться от контрольных функций. Нельзя государству отказываться от контрольных функций в авиации. Вот я был инженер-инспектор, да? Моя задача была в том, чтобы приехать на аэродром и в течение недели гонять, 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 гонять техников, механиков, лётчиков. И я за это получал деньги. Моя задача была как можно больше накопать недостатков, чтобы, да, кого-то наказали, но чтобы эти недостатки были устранены. Спасибо. Хорошо. Вот вы подтверждаете, что в отечественном авиапроме всё так. Может быть, тогда в этом смысле лучше летать на иномарках, там-то у них такого нет? Михаил Михайлович, может быть, вы ответите? Очень трудно себе представить, что какая-то организация начала делать из вторичных материалов детали. Это всё равно, что мы бы все, наверное, очень сильно смеялись, чтобы какая-то банда сняла какое-то помещение, купила сверхдорогое оборудование, и на нём стала подделать пятикопечные монеты, стоимость которых тысячи рублей. Сделать авиационные запчасти, лопасти, это можно сделать только на заводе. Другое дело, что есть ниша, когда можно действительно отработавшие запчасти, которые имеют рождение правильное, что-то подделать. Наверное, это и есть. Был я в компании людей, которые обслуживают как раз самолёты Ту-154. Ну, конечно, никаких восторженных отзывов у них по поводу этих самолётов нет. Дело в том, что, насколько я понимаю, просто пилоты, если пилоты, которые сегодня летают на этих самолётах, они закончат свою историю в профессии вместе с этими самолётами, потому что переучивание на новые типы, а это обязательно для пилотов, тем более, простите меня, пожалуйста, возрастных, это уже невозможно. Уходят самолёты Ту-154, вместе с ними уходят пилоты, которые сегодня летают, они теряют действительно работу. Ну, мне рассказали такую вещь, может, меня поправят, правда ли это или неправда. Говорят, что вот эти лопатки, которые сейчас были показаны, они в процессе эксплуатации вытягиваются, очень большие обороты, и жизнь закачивается, ну, вследствие вытягивания. А герметизированы они специальным кольцом из пористой керамики. Так вот, говорят, вы вот, когда садитесь в самолёт, вы понаблюдаете за двигателем. Если лопасть, турбина на ветру вращается, и при этом никаких звуков не сдаёт, то самолёт новый и полностью исправен. А если при этом слышен некий звон, то уже вопросы. А вот если лопасти, дует ветер, и лопасти стоят, то это уже лопатки, уперность. Это герметизирующаяся кольцом. Там масса всяких вещей. Пришло время голосования. Уважаемые зрители, возьмите, пожалуйста, в руки ваши пульты и ответьте на вопрос. Стоит ли эксплуатировать самолёты советского производства? Итак, идёт голосование. Давайте в блиц-режиме все мы выскажемся на эту тему. Летать мы вынуждены, и летать мы будем на этой технике. Техника модернизируется, надёжность техники обеспечивается. Поэтому летать, естественно, будем. То есть эксплуатировать советскую технику стоит? Пожалуйста, Владимир Александрович. Если мы посмотрим по типам магистральных самолётов, которых ещё не было потери этих самолётов, то мы узнаем только два таких типа. Это Boeing 3-7 и Ил-96. Стоит или нет? Если Ил-96 есть, то, конечно, стоит. То, конечно, стоит. Михаил Михайлович. Я бы в защиту Ту-154 сказал очень много хороших слов. Коротко, стоит. Потому что это очень достойный самолёт. Статистика его выглядит очень прилично. И самое главное, что будучи оценивать, когда всё хорошо, все самолёты хороши, оцените самолёт, когда он был за пределами. Вот 154-й показывает удивительную живучесть. Летать на нём стоит. И скажу, что это очень достойный самолёт. КБ надо просто поставить памятник. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Таралович. Запретить нельзя эксплуатировать. Где запятая? Нам придётся летать на этих самолётов, потому что иного у нас нет. У нас не будет такого количества денег, чтобы купить Boeing и заменить наши самолёты. Хорошо. Гаджи Магомед Аминьевич. Я соглашусь, наверное, со социалистами. В общем, мне ничего сказать. Лиана Меджиева. Лиана Меджидова, извините. Лиана Меджидова, только без детей. Что-что? Без детей только. А так стоит. Пожалуйста. Николай Мазаревич. Я думаю, если делать доработки, которые уже наработаны именно на ТУ-154, специалисты знают. Удлинение крыла, изменение конструкции, в частности, в двигателе. Непременно стоит. Непременно стоит. Хорошо. Кареншак-Назаров. Ну, вообще, мы как бы забыли, что Советский Союз был первой страной, кто вообще вёл в эксплуатацию гражданский реактивный самолёт, между прочим. И советская авиация, конечно, сделала своё дело. Это была одна из двух лучших. Я к этому и говорю. Она сделала своё дело и была одной из двух лучших авиаций мира. Но, конечно, невозможно всё время рассчитывать на советские самолёты, так же, как нельзя рассчитывать на советские электростанции, которые до сих пор у нас работают. Понятно. Перегонные заводы. Надо создавать новую авиацию. Надо кладывать в это деньги. Спасибо. Елена Голанова. Хочу напомнить, что взлётно-посадочные полосы большинства региональных аэропортов не могут принимать самолёты иностранного производства. То есть никуда мы не денемся. И отечественные самолёты единственный шанс для связи их с Москвой. Стоит. Елена, вопрос немножко другой был. Советского производства. Советского производства. Вот смысл какой? Покупаешь билет, видишь, Ту-154, но он явно не в России сделан, да? Нет, не лечу. Дайте мне другой билет на другую авиакомпанию. В этом вопрос, понимаете? Стоит ли, стоит ли Мадина Исмаилова эксплуатировать советскую технику? Однозначно стоит. Однозначно стоит. Вот такие вот патриоты. Я как водитель, если можно уточнить, я водила советские машины и вожу сейчас в городе иномарки. Я ездила на экспедиции, сама за рулём, ну, 25 лет у меня опыт работы. Я вам скажу, советская машина тысячу раз лучше, чем иномарка в таких условиях. Это я могу сказать точно. Арам Гаврилянов. Я считаю, что патриотизм не стоит жизни детей и жизни людей, поэтому нужно запретить советские самолёты, категорически на них, чтобы на них летали. Катерина Гордеева. Я считаю, что нужно запретить старые самолёты. К сожалению, Ту-154, как бы он мне был, прекрасен. Он старше меня, и мне страшно. Но пока есть, конечно, такие пилоты, ничего, ещё продержимся. Глеб Пилович. А я за наши самолёты, главная конкуренция и без коррупции. Юрий Шалимов. Я полностью согласен с коллегой, с Арамом Шотовичем. Я считаю, что это не тот случай, когда надо говорить о чём-то родном, близком нам. Действительно, цена вопроса – это жизнь людей. Давайте посмотрим на результаты голосования, как проголосовали наши зрители. Итак, стоит ли эксплуатировать самолёты советского производства? 62% – да, стоит. И 38% – нет, не стоит. То есть 38% только разделяют, судя по всему, ваше и твоё, Юра, мнение о том, что всё-таки не стоит патриотизм жизней российских детей, в частности. И не только детей, конечно же, вообще российских граждан. Совершенно очевидно, что мы, Россия, не можем себе позволить жить без авиации, потому что не будет страны. И если у нас без авиации никуда, то собственную авиацию мы тоже не можем не развивать. Это просто закон. Считается, что те страны великие, те державы великие, которые могут человека в космос отправить и построить пассажирский гражданский самолёт. Это так. Ну а мы, НТВшники, будем летать на любых самолётов, потому что другого выбора у нас нет. Это была программа НТВшники. Спасибо, что смотрели нас. Удачи в полёте.